привет мои дорогие сегодня у меня новое видео по созданию новой шляпки я сшила наряд на конец 1850 начала 1860 и к нему потребовалась такая маленькая аккуратненькая конечно желательно из совом кино у меня имитация совомки шляпка которую я решила сделать вот из такой большой шляпы то есть пересобрать если можно так сказать я ее сейчас вот так распускаю распускаю до вот этой вот вот макушечки и от нее соберу просто задам на строчу постараюсь это мой первый эксперимент новую шляпку новой формы вот я надеюсь что у меня все получится я сейчас буду снимать весь этот процесс вам показывать и если получится то надеюсь что мой опыт вам пригодится и вы будете также делать себя такие шляпки до лета украшать их цветочками для своих исторических разбирать такие шляпы очень просто просто находим ту ниточку лесочку которая она сострочена и распускаем вот так по кругу она очень легко распускается и здесь сейчас самое главное не убрать лишнего то есть вот когда уже дошли до этой высоты так я думаю что мне еще немножко вот где-то вот 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 так наверное оставлю вот и уже можно будет примерить приложить посмотреть в себе так я остановилась вот на этом этапе и примеряем нет можно убрать еще немножко прям на себе вот так беру отрываю ну вот наверное на этой высоте уже можно остановиться и укладывать то есть вот это вот потом загладиться как сплющится так сейчас еще раз еще один уберу вот на этой высоте я и остановлюсь теперь задача наша такая брать и и укладывать как бы с напуском припасаживая чтобы шляпка пошла на расклешение бортики расходящиеся то есть вот таким образом будет сейчас я попытаюсь еще с утюжить чтобы она прям плоская у меня было вообще конечно она большевата немножко ее как будто вот надо немножко брать сначала с утюжем утюгом и посмотрю что получится так в общем я попыталась с утюжить шляпку все равно вижу что у нее слишком большой объем поэтому буду распускать до самого верха и закладывать вот этот объем укладывать меньше то есть мне надо в принципе можно взять сейчас вот тут вот так заложить такую складочку и она будет таким интересным этим но я не хочу вот кто-то я знаю делает вот так разрезает и закладывает я все-таки рискну и попробую сама полностью создать нужную мне форму в итоге у меня получилось вот такой маленький блинчик на которой я сейчас буду завяжу зафиксируем чтобы у меня не распускалась нитка здесь дальше так ее надо просто взять и вытянуть хвостик наизнанку все все она зафиксирована и сейчас вот так вот затягивая я буду укладывать нужны мне часто попробую сначала наколоть не знаю получится ли у меня строчить на машине собирать шляпку можно конечно попробовать на машине сразу задавая нужный объем вот тут вот уже видно немножко сейчас рискну попробую на машине прошила я немножко на машине и проблема в том что вообще вот эти шляпы их потом формуют задают им форму на специальных формах головной убор так как у меня под мой головной убор формы нет поэтому строчить на машине и задавать скажем так в этом маленьком воском пространстве форму шляпу мне сложно так что меня ждет только ручная сборка потому что именно в процессе ручной работы я буду сразу задавать нужную мне форму загиба формовать как говорится и а и а и они вот прозрачные и при этом очень как прочные очень тонкие очень крепкие их используют вообще на скорняжных машинах вот и вот я использую при различных таких ручных работах когда надо чтобы нитка была не видна заправляем иголочку и начинаю потихоньку как скульптор отливать задавать форму своей шляпки собирать и и и и и и и показать небольшой промежутный процесс надо прям вставить перед собой зеркало и И каждый полряда, рядок, как прошиваете, примеряете шляпку на себя, смотреть, как получается. Здесь такой момент, как я уже говорила, как скульптор с глиной, с соломкой должны ощущать прямо форму, как визуальное представление иметь, как она должна выглядеть. Потому что, например, у нас форма овала, и вот в узких частях, верхней и нижней, соломку надо подтягивать чуть больше, чтобы именно здесь шву основное закругление, а здесь поменьше. Потому что, если мы тут натянем, то получится, что у нас, как в шляпе канатье, не овал, а круг, где одинаковое натяжение по всему диаметру. Получается вот такая форма. То есть я продолжаю шить. Я так думаю, что здесь, может быть, еще два или три ряда мне потребуется нашить по кругу и для тули и шляпки. И я начну делать закругление. А закругление делается, я буду наоборот, скажем так, как на утюжном термине, сутюживать. То есть я буду как бы сдвигать мою ленту, вот эту бумажную, и таким образом получать расклешение, раздвижение по кругу. Ну вот, на данном этапе, в принципе, я понимаю, что можно уже... Делать закручивание полей. И здесь нужно немножечко натягивать эту ленту бумажную, чтобы таким образом укорачивать ряды, и они заворачивались вверх. Вот так вот. И иду дальше. Вверх, я думаю, рядка два-три, не больше, до готовности шляпки. Уже придумывать, примерять, какой декор будет на шляпке. Либо просто вот так ленточкой и дополнить ее цветами. Либо у меня нет тюля желтого. Еще посмотрю. Нашлось вот такое кружево. И, может быть, оно как раз сиреневым. Я украшу вот этим кружевом. И тоже местами вот так вот цветочки поставлю. В общем, видно будет. Мысли уже бродят. Если вам кажется, что вы немножко ошиблись, и поля вашей шляпки слишком круто сюда пошли, близко к Тулье, то эти поля можно взять и разгладить, сделать более такими отлогими с помощью утюга. Сейчас я покажу, как. Кладем вот так шляпку. И у меня парогенератором я беру, так отпариваю поля до более плоского состояния. Чем полезна вообще эта процедура? Она заодно и шляпку саму выравнивает, делает его более ровной. И поля становятся такими более отлогими. Очень симпатично. Правне себе профессионально и фабрично смотрится. Еще раз покажу, как после такой отпарки, так вот, смотрятся поля. Ну, соответственно, эта шляпка, она крепится шляпной обувавкой к прическе к голове. Я думаю, что еще буквально немножко, два редка, я прохожу и все. Я ее закончу. Спасибо.